Здравствуйте, друзья! Меня зовут Валентин. Меня зовут Ксения, и вы смотрите первый выпуск новостей от Кемеровского предвыборного штаба Алексея Навального. Сначала поговорим о том, что произошло в штабе за время с его открытия. 26 марта по всей стране прошел митинг против коррупции. В Кемерово власти не согласовали место проведения, сославшись на то, что в это время в этом месте уже заявлен митинг Народно-Освободительного движения. Также они предложили нам место на улице Угловой, мототрек с гаревой дорожкой. Спасибо администрации города Кемерово, что не предложили место в лесу. Люди, недовольные коррупцией, все-таки пришли на митинг, на место, которое было запланировано изначально, и выразили свой протест. Всего на митинг вышло около 250 человек. Город должен сидеть в земле! Город должен сидеть в земле! Город должен сидеть в земле! С 29 марта по 29 апреля была запущена акция по раздаче наклеек волонтерам. Оформить заявку можно было на сайте 2018.navalny.com. Многие уже забрали свои стикер-пакеты. Кто еще не успел, ждем вас в штабе. В штабе начали свою работу инициативные группы волонтеров. По разным направлениям. Дискуссионный клуб, журналисты, дизайнеры, юристы. Интересной работы в штабе много. С каждым днем нас все больше, и мы ждем каждого из вас. Если вы здорово пишете тексты, умеете работать в графических редакторах, снимать видео или, может, разбираетесь в законодательстве и хотите изменить ситуацию в стране к лучшему, приходите в штаб! Будем работать вместе! Волонтеров и сторонников Навального много во всем регионе. Например, в городе Березовске люди объединились в группу под названием «Команда Навального». Еще хочу сказать пару слов про город Новокузнецк. В начале лета там открывается предвыборный штаб Алексея Навального. А еще в этом городе живет известный микроблогер Вязанный Твиттер. Он выходит на одиночные пикеты, всячески выражает свою гражданскую позицию, и за это его даже уволили из новокузнецкого филиала КМГУ. Его сначала уволили, потом восстановили, потом уволили опять и восстановили снова. И он сделал ход конем, он уволился сам. Его студенты идут по стопам преподавателя. Из этого мы можем сделать вывод, что преподаватель-то он неплохой. Ну и поговорим о том, что происходит у нас в Кузбассе. Кемерово прославился на федеральном канале падающим светофором. Этот ролик с видеорегистратора набрал миллионы просмотров на популярных ресурсах. Представим на минуточку, что этот неравнодушный молодой человек не полез бы поправлять светофор. Велика вероятность, что при сильном порыве ветра он бы мог упасть на человека или на машину. Что тогда? Кто бы понес ответственность? Почему никто не проследил за этим? У нас в городе существует муниципальное бюджетное учреждение Центра организации дорожного движения, в обязанности которого в том числе входит обслуживание светофорных объектов. Кстати, глава этого учреждения Владимир Вильчиков является председателем Общественного совета при администрации города Кемерово по дорожной деятельности. Наверное, сложно работать сразу на двух должностях. А еще недавно в Кемерово вандалы сломали и похитили антивандальные ящики, в которых устанавливаются камеры видеофиксации дорожных нарушений. Ничего удивительного! В Мысках продолжается противостояние народа и угольных разрезов. Дома и огороды людей покрыты угольной пылью. Уничтожено несколько шортских деревень и поселков. Люди в этом городе живут в ужасных условиях. Жители города Мыски называют действия властей и угольщиков геноцидом. Все это происходит из-за того, что несколько лет назад Новый Разрез начал свою работу недалеко от города. УК Южное, согласие городских властей, произвели уничтожение поселка Казахстан, место компактного проживания коренного умолчисленного народа шортцев. Воспользовавшись правовой безграмотностью и просто запугав жителей, УК Южное совершило захват частных земельных участков. Все дома, собственно которых не пожелали расстаться со своей родиной, были сожжены. Сегодня можно констатировать, что поселок Казахстан, родина литературного шорского языка, всего за одну зиму выжжен дотла. Кроме того, поселковый клуб, единственный объект суцкульпбыта на территории поселка, вместе с прилегающей территорией, был с нарушением, как мы считаем, продан за бесценок администрации города. Шорцы, малый коренной народ России, находятся в списках ООН как исчезающий народ. Народ со своей самобытной культурой и традицией. Данные, как мы считаем, преступления, совершенные с особой изощренностью, должны рассматриваться как преступления против всего народа. 13 апреля в город приезжал господин Литков. Это президент Ассоциации народных коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Посмотрев на масштабы проблемы, он заключил, что в городе все замечательно. Цитата Литкова. На этом расстоянии от разреза, если кто-то остается принципиально, жить можно. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. И, к сожалению, статистика показывает, что население Кузбасса уменьшилось за последние 20 лет более чем на 300 тысяч человек. Представьте, если бы пропали Прокопьевск и Междуреченск. Где-то загрязненный воздух, где-то загрязненная вода. В городе Тайга вода очень грязная. Та вода, которая, по идее, должна быть питьевой. В конце марта жители города устроили флешмоб. Они принесли к зданию администрации около 50 бутылок вот этой питьевой воды. Была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что причиной загрязнения воды стали разрушенная дамба технологического пруда в ПГТ Яшкино, а также Яшкинский пищекомбинат, отходы которого без очистки сбрасываются в ту же реку. Были возбуждены административные и уголовные дела. Мы будем выпускать новости регулярно, поэтому подписывайся на наш канал. Делитесь этим видео с друзьями. Здесь говорят правду.